Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас последний день пребывания в Санкт-Петербурге Мы уже с Ваней в новом отеле Сейчас хочу немножко вам про него рассказать Ванюк там у меня зарядка бескачет В общем, показать и рассказать сейчас Во-первых, вот это кресло Я его вчера разложила, думаю, отдельно от Вани Хоть полежу с этим, с ноутбуком, все Разложить, разложила Сложить я его не могу, я его и так, и сяк Во-первых, оно тяжеленное, я его с места сдвинуть не могу То есть здесь понятно, что Ваня, встань оттуда, пожалуйста Встань, пожалуйста, оттуда То есть понятно, что его нужно поднять вверх И оно туда поедет С одной стороны А с другой стороны, вот эта штука Ее тоже нужно каким-то образом поднять вверх Она не поднимается В общем, не знаю, сейчас буду Господи Вот смотрите, сейчас Вот эту вот я поднимаю Она тяжелая-тяжелая, то есть она идет туда до верху Вот она складывается вот таким вот образом А вот эта штука, она По идее, должна подняться Да, она мешает Она не поднимается, я не знаю Ой, так В общем, вид у нас здесь из окна Тоже у нас здесь двор, колодец Я так поняла, что это стандартно для Питера, Ваня Да что ж такое ты с ним будешь делать В общем, у нас сейчас завтрак Сам номер неплохой Обошелся он нам 2600 Собственно говоря, из-за цены Мы сюда и заехали Потому что в нашем отеле уже номер был 4000 свыше И это уже было дорого за одну ночь Потому что мы фактически в номере отсутствуем Вот утром ушел, вечером пришел Поэтому я решила переехать номер подешевле Сам номер по себе неплохой Телевизор есть, тепло Здесь все тоже чистенько, аккуратненько В самом отеле аккуратно Но что хочу сказать здесь Какой косяк Здесь все очень хорошо Принадлежности все есть Шампуни есть Все отлично Сама вот эта вот кабина душевая Она вот вроде бы выглядит прилично Но у них здесь вместо воды горячей Из-под крана То есть как бы там бойлер стоит Бойлер воду нагревает И за счет этого получается, что она либо горячей течет Либо холодная Вот сделать какую-то такую золотую середину У меня не получилось Вчера минут 20 мучилась Либо кипяток идет Либо холодная идет А вот какого-то промежутка нет Так, ну у нас здесь тоже включен завтрак Поэтому сейчас пойдем посмотрим Чем здесь кормят на завтрак Я не могу сказать, что это прям гостиница как-то хуже Знаете, она хуже только в том плане, наверное Что расположение у нее дальше идет от центра И не на Невском Вот если бы на Невском, то тоже цены бы ей не было И розеток меньше Да розеток здесь достаточно Вон розетка Там розетка Здесь вообще так просторно Кроме нас, я так понимаю, что здесь еще пока никто не пришел Есть тостер, есть кружки Морс какой-то, сок есть Джем есть, Ваня Блинчики есть замечательно Чай, кофе Кофемашины нет Есть яичницы, есть колбаска Сырок Причем докторская Ваня есть своя любимая И копченая колбаса Есть яичницы И сосиски Все необходимое для завтрака здесь есть Так вот, в общем, очень-очень уютненько У Ванюшки блин Блин, это прям вообще роскошный завтрак Давай Порезать Возьми там нож Вон приборы, нож возьми У меня яичницы с бутербродом Кофе В общем, здорово Плюс телевизор можно посмотреть Вообще, красота Так, путешественники Что-то я сегодня не выспалась Хотя, вроде бы, наоборот, дольше спали В общем, сейчас, как всегда, вызвали такси Такси стоит 137 рублей сейчас До московского вокзала Отсюда, но ехать где-то приблизительно 15 минут Задача оставить Машина подъезжает, Вань Где она подъезжает, машина Задача оставить рюкзаки Где-то найти камеру хранения И еще у нас 3 часа есть гулять Как интересно устроена жизнь Только недавно мы сюда приехали Нам казалось, здесь все чужое А здесь сейчас приехали на московский вокзал Он такой родной Вот этот вот именно район Рядом с московским вокзалом Вот мы, получается, на вокзал зашли И сразу же справа камера хранения Очень удобно Сейчас мы с Ваньком оставим здесь вещи И будем свободны, как ветер Смотрите, цены вот такие вот Цены, на самом деле, конечно, грабительские За 1 час 300 рублей хранения вещей За 24 часа 500 рублей хранения вещей Это в ячейках А там, где вот вручную принимают Там вообще каждая вещь стоит 300 рублей То есть, Ваня рюкзак 300 У меня рюкзак 300 Вот эта вот маленькая штучка у нас 300 И 900 рублей Это все, что-то с чем-то 100 рублей на 1 сутки получается У нас номер наш Очень легко здесь Карточку выдают, прикладываешь, багаж размещаешь, закрываешь 500 рублей нет, пойдем гулять Кто переживает вот за экскурсии, да? Вот здесь, прямо напротив московского вокзала Стоит очень много вот таких вот автобусов с экскурсиями Предлагают экскурсии с одной стороны С другой стороны, вот они, видите, желтенькие автобусы Там везде экскурсии И здесь по кругу вот везде это есть И отсюда же уходят эти автобусы, куда мы ходили Так что, если вот кто-то хочет взять экскурсию То можно взять ее здесь И вот когда по Невскому идешь, знаете, вот Нет такого ощущения, что ты по России, да, Ваня, идешь? Какие-то дома все такие Вот они иностранные Здесь же на Европу равнялись, когда строили Санкт-Петербург И вот домики, они все Не свойственны нам Поэтому идешь, вот, знаете, как будто вот куда-то За границу ты попала А не по Питеру идешь А идешь по России Согласитесь, безумно красивые дома Все доходные дома У каждого дома есть своя история Я, разумеется, не знаю этой истории Но если какой-то вот дом меня более-менее заинтересовывает Я подхожу у Гугла, спрашиваю Что... О, магазин сувенированных подарков Там такой-то дом Какая история И мне рассказывает Да, Ваня? Смотри, какие шахматы красивые Смотри Мы такие где-то недавно видели Где мы были? Ты мне еще показывал Мам, посмотри, какие шахматы Видишь, здесь как раз видно Вот пешки Конь Офицер А где же здесь интересно Что является ферзем и королем Где король, а где ферзь Мам, вон король Вон Король с флагом, что ли? Да А ферзь? А ферзь кутузов, что ли? Станция метро Маяковская здесь Я, знаете, что еще поняла Что вот я не могла понять Что меня удивляет Что вот эти вот все дома Они как по стеной идут Между ними нет никаких просветов То есть один дом закончился Между ними нет просвета Второй дом Третий дом Потом маленький такой перешеек И дальше точно такая же плеяда домов идет А я вот с правой не поняла Что-то здесь как-то вот что-то не то А, ну вот так Такой первый раз вижу спагеттирия Не макароны, а именно спагеттирия А вот это вот река Фонтанка Анечков мост Как это место называется Анечков мост Смотри, Ваня, какая река огромная, да? Фонтанка Мойка, фонтанка Мама, это река Мойка Нет, это Фонтанка Есть Мойка, есть Фонтанка Нет, мама, это Мойка А там дальше Мойка Их тут много очень Река на реке Смотри, шарик зацепился Мама, мы вчера здесь ходили Ходили, мы здесь целых три дня ходим, Ваня Мы вчера... Мама, для тебя непонятно что ли? Мы вчера здесь ходили Мы туда, мы к Пушкину ходили Да, туда мы к Пушкину ходили, Ваня Были, как скажешь Смотри, лошадь, Вань Видишь, наверху Мосты как красиво оформлены Разумеется, я перед тем, как сюда поехать, что-то читала Но, извините меня, сколько много информации Но, разумеется, не укладывается Сразу не запоминается, по крайней мере, у меня Мне просто интересно посмотреть и вам показать моими глазами Чтобы вы путешествовали вместе с нами А каждый видит для себя свое, то, что интересно ему Здесь вот в Питере очень много таких вот переодетых людей Во многих местах вчера, где, кстати, собор казанский был Тоже много таких переодетых было людей То есть здесь это популярно, что ли, я не знаю Потом раскрашенные разные лица там краской Золотая краска, что они вроде как скульптура Смотрите, как красиво здесь Всякие фигурки, они в разные стороны передвигаются Смотри, крутятся в разные стороны Точно, это дом Копцов Елисеевых, представляете? А я издалека, я думала, что это театр Комедии рядом с осенним зданием, получается Пойдем Сейчас посмотрим Мороженое приходит 120 рублей Покушаем сейчас, разумеется, где-то А здесь пока посмотрим, что есть Матрешки Печеньки разные сухие продают Все так интересно сделано Смотрите, даже шампанское фирменное В ассортименте Копцы Елисеевых Что? У тебя ложка такая дома есть? Есть такая Есть такая, да Такой аромат здесь идет кофе Аромат кофе Печеньки разные, видимо, ручной работы Макарон в ассортименте Одна штука 100 рублей, Вань Одна вот такая штучка 100 рублей А я не плевать А если получать 5 таких штук 500 рублей А если только такие штук 180, 260 Эклер красивый очень Что, Вань? А если что? А если 100 такие штук купить? Ну, умножай Здесь какие-то такие И леденцы, и шоколадные конфеты Ничего здесь только нет Сейчас, Вань, подожди Чай зеленый в упаковку Внутри пианино само играет Как? Не знаю Само играет Видишь, что никто не сидит Оно играет Как такое возможно? А, вот кофе с собой Эспрессо, американо Ватэ, капучино А вот чай я не вижу Здесь все такое интересное Но, конечно, цены такие Рассчитаны, наверное, больше Для иностранцев Матрешка с водкой 1500 рублей Что там? Вода Ну, вода Вот такие вот Стоят стойки С продукцией Леденцы 400 рублей Здесь Разные такие вкусняшки А, это трюфель 100 грамм 500 рублей конфеты С орехами в ассортименте Такие совсем малюсенькие бутылочки 1100 В общем, подарочные упаковки С желе 3000 рублей Такие упаковки Конфеты Ручной работы 2100 Вот такой вот шоколад Набор темного шоколада Три вида 1000 рублей Такие плиточки шоколада По 300 В общем, масса кондитерских изделий Но вот здесь мы хотели за столиком посидеть Там пока официант этого Ты ждешь Сейчас с собой возьмем На вынос с Ваней Эклер Ваня выпросил эклер Хотя надо уже идти сейчас Собственно говоря Ваня, а как же ты обедать будешь? Ты сейчас эклер съешь У тебя уже аппетита не будет Сыр Вот это вот пармезан Вот это пармезан По нему сразу видно, что пармезан Соус Соус Бади в ассортименте В общем, атмосферное место Атмосферное И очень-очень дорогое А фортепиано Видимо, все-таки Какое-то автоматическое Как оно играет Здесь Здесь много стран Как это устроено Видите, клавиши Сами себя перебирают А здесь-то какое убранство Все в подсветке В такой Потолки тоже в позолоте Лепнина на потолке А Ваня интересная Только как работает пианино И как выглядят эклеры Дайте-ка еще Запечатлеть на память Такую красоту Божественную Люстры Господи Какое же убранство Там наверху ресторан Ваню интересует Только эклер Да я хоть покажу Как выглядит Сейчас развернем А то сейчас он у тебя упадет 200 рублей Эклер А, а здесь вот отзыв Какой-то нужно написать Посетите ресторан Ладно, пойдем А это копия Видимо Видишь, это копия Наверное, этого дома С людьми В общем, времени перед отъездом Все меньше Поэтому сейчас нужно зайти в стол Пообедать Ваня уже сейчас чувствую Пообедает Пусть не ходит вверх Да Сейчас по пути нам что-нибудь попадется Куда-нибудь зайдем И все Возвращаемся домой Вращаемся с Петербургом Слушайте, хорошо, что мы зашли Я бы так и думала Что это здание пятна А это, оказывается Такой шикарный, красивый дом Псов Елисеев Самое, что интересное В Москве В Елисеевском магазине Я тоже не была Надо побывать Смотрите Здесь и театр И все на свете Я говорю, куда глаз не кинь Везде какое-то историческое место Везде какая-то красота У нас до пояса уже Нервничаю немножко Сейчас как раз Зашли в столовую номер один Сейчас перекусим сегодня Ваня уже сел Сейчас покажу вам немножко здесь цены Вот такие вот салатики Пироги Сосиска в тесте А сметана есть? Сметана, да, Санатаса Угу Не больше, пожалуйста Пироги Свойки Из горячего Гречка Курица Смотрите, какие здесь Десерты красивые Смотрите Тирамесу Панакота Мюсли с йогуртом А, сметана здесь вот такая А, нет, там можно еще ложку Спасибо А, эти кетчупы там же где-то, да? Непонятно где Десерт сластена Эх, десерт тирамесу Ну, пройду мимо я Ну и компотики Мне сказали стоимость Вот за весь этот обед Я с ума сошла, что не сошла Потому что 460 рублей За шашлык, за борщ, за котлету Пирожки, булочки, компоты Всего 460 рублей А мы вчера в буфет обед Поели на 860 рублей А здесь вот так вот Причем курица, мясо здесь Все нормально, все вкусненько Ну, зачетное место Снова мы на Московском вокзале 15.15 Наш поезд С Ваньком 15 минут до отправления Не, не 15-20 Все Питер, прощай Москва, здравствуй Вот, смотрите, ласточка, да? Но спросили тоже, в общем, паспорта Обязательно, помимо билетов Казалось бы Подумаешь, ласточка всего лишь Что? Вот 40 минут Всегда какая-то остановка Вот сейчас будет какая-то остановка Тосна Город Тосна Не, знаете, все время люди пишут Что, Лена, вы какие-то банальные там вещи показываете Там, особенно когда шутен Я показываю какие-то города, да? Что все это Что все это бренно Что вы лучше какими-то достопримечательностями покажите Что-то такое действительно интересное А получается, что Большинству народу Интересна самая обычная жизнь вокруг То есть, как раз-таки шопинг людей интересует Забавы Игры какие-то Ну, что-то вот Какие-то развлечения А, допустим, культурная программа Там, музеи Вот если посмотреть там, допустим По просмотрам, да? Видео Вообще любых, не мои Вообще любых видео Возьмите по просмотрам Допустим, сколько смотрят люди видео про какие-то магазины Шопинг, еще что-то там, рынки И сколько людей смотрят видео там про какие-нибудь музеи Либо еще что-то И вы посмотрите Или про еду Вот, знаете Самое большое количество просмотров обычно всегда На ютубе видео про еду Казалось бы, да? Обыденная вещь То, что в жизни у каждого человека есть А люди смотрят Люди смотрят И то есть вот история, исторические какие-то памятники Там, либо еще что-то Это все очень-очень быстро забывается А это то, что есть в жизни здесь и сейчас И мне кажется, что это было всегда Во все времена Ваня сидит Деньги считает Он, я на такси с ним когда ездила Я ему всегда давала расплачиваться И давала всегда больше, чтобы у него сдача оставалась Там 50 рублей Еще сколько у него Видите, он денежки разложил Подсчитывает Стал миллионером А хитрый такой Главное, мама, давай я заплачу Чтобы у него осталось И все время подсчитывал Чтобы осталось у него как можно больше Вот А потом, знаете Вот сперва в Турции Все обвиняют Что, что вы снимаете Там вот всякую вот эту ерунду Снимайте достопримечательности А здесь пошли в Эрмитаж Стали картины с Ваней смотреть Пошли комментарии такие Что, что вы ребенка поволокли Картины смотреть Ему же там неинтересно Что он там интересного для себя увидит Ну, как-то нужно определиться Что он должен увидеть А океанариум Ване неинтересен Вот океанариум вообще неинтересен Гранд Макет понравился Очень понравился С удовольствием он туда сходил Там, где действительно машинки всякие Еще что-то Но у каждого дети Они со своими наклонностями Кому-то нравится животное Допустим, смотреть на животных А Ване интересна техника Причем техника не машины А вот, допустим Если бы я его в магазин Apple отвела Вот он бы там мог часами ходить и рассматривать Или там, где делают, допустим, эти телефоны Или Самсунги Или рассказывали бы про Самсунги Вот это бы с удовольствием он смотрел Картины Дворцы Разумеется, ему по стоку-поскоку Но в любом случае Что-то из этого он запомнит И потом, когда будут на уроках Им там рассказывать о Петербурге Еще что-то Он уже, по крайней мере, будет иметь Общее представление об этом В любом случае В детском возрасте запоминается многое И все наши самые счастливые воспоминания о чем-либо Они все идут из детства Поэтому Сейчас ему, может быть, не интересно Кажется, он там бегает, прыгает А через 10 лет он это вспомнит Я в этом даже не сомневаюсь Ваня, ну что ты Обогатился Обогатился Сколько там, подбил финансы Подбил финансы, сколько денег-то 43 рубля 43 рубля, Ваня Обогатился на 43 рубля И еще что хочу сказать Что писатели Многие наши писатели Они раньше Несмотря на то, что не было Как сейчас, допустим, таких поездов Такой современной техники Они всегда путешествовали Потому что в путешествиях У них появлялись какие-то новые мысли Они испытывали новые эмоции И вот этими эмоциями Были навеяны их произведения Которые они писали Поэтому путешествовать обязательно нужно Не обязательно путешествовать И ехать вот это далеко Нужно выехать куда-то в соседний город В любом случае Поменяется картинка Поменяется картинка И что-то новое вы без себя возьмете И в Питер тоже многие пишут Вот, поехать не можем Потому что там денег нет Или еще что-то Питер город Вот, мне кажется Для людей с любым кошельком То есть если нет достаточно денег Вы можете спокойно Вот на Ласточки доехать Билеты дешевые Есть еще более дешевые билеты Еда в Питере Тоже на любой карман То есть там Борщ зайти за 100 рублей Вы тоже всегда можете себе позволить Съесть Благо там этих кафе Очень-очень много А достопримечательности Там дворцы, фонтаны, парки Все остальное Это все бесплатно То есть вы не зайдете там, допустим В Эрмитаж бесплатно Но в округе вы погуляете Поэтому не стоит бояться Хостелы очень дешевые сейчас есть Где можно остановиться Путешествуйте Путешествуйте Для тебя Наша жизнь Это ты Родина моя В мире нет Красивей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова